Мастурбирую ли я? Я больше точно не стал, но и меньше тоже. Они там занимаются какими-то темными делишками и прекрасно понимают, что когда я буду комментировать, я же во всем об этом расскажу, какие грибы вы едите, на что вы курите или что вы пьете. Люди спорт не любят, поэтому мерзавцы, которые все это сломали, они будут наказаны. Всем привет! Сегодня наш герой Дмитрий Губерниев, который продолжает в столь непростое для страны время работать, развлекать людей, пусть даже в режиме самоизоляции. И сегодня мы проведем пусть виртуально день с Дмитрием. Здравствуйте! Подскажите, вот сейчас мы с вами общаемся в 19.30. Вы уже успели поужинать? Нет, я только пообедал. Ужин потом. Сначала был завтрак, потом обед. Между обедом и полником была тренировка. Что за тренировка? Тренировка – это обязательное хождение по участку, занятие с гантелями, имитация банги-памп, отличные палки с такой поршневой системой, прогинающейся нагрузкой. Бицуха выросла неимоверно просто вообще. Бицуха выросла, трицепс, дефиниция, трёхглавая головка. Держимся в форме. Сделали одно включение, одно интервью, один мастер-класс. Вечером ещё финальное включение в программе «Все на матч, на матч ТВ». Ну, вообще, я на работе. Если нужно что-то, конечно, я по работе выхожу. И, в общем, согласно редакционным заданиям. Вот. Но по договорённости сейчас массовая вот эта история. Включение, шляю из дома. И, собственно, ну, когда дело касается каких-то насущных проблем, как и мы, собственно, все выходим из дома, магазин, ещё какие-то неотложные вещи. Аптека – это нормально, мне кажется, и совершенно не воспретительно. Другой вопрос, что по-прежнему, поскольку я выхожу один и никакими компаниями не, так сказать, оперирую, но в Подмосковье тоже достаточно большое количество людей собираются группами большими. То есть, если, например, семьи гуляют с детьми, объединяясь там по нескольку мам, по нескольку детей, мне кажется, это достаточно такая всё-таки опасная штука в нынешние времена. А вас вообще не смущает, что как-то что в Москве, что в Петербурге, вот мы, наше издание в Петербурге находится, ну, как-то не очень строго соблюдается режим этот самоизоляции, поскольку и машин, как в будние дни, много, да и людей гуляет как бы... Вы знаете, ну, это и нет, потому что сознательность граждан, она на самом деле налицо. И сейчас мы видим, что города, ну, так прилично опустили. Но в то же время, и вот из опыта, скажем, общения с подписчиками в социальных сетях, и, в принципе, мы штудируем интернет и ходим по улицам, заметно, что не все относятся к ситуации очень серьёзно. А я полностью согласен с высказываниями мэра Собянина, что мы действительно находимся только вот в начале этого пути, и у нас же ведь есть возможность люфта. Мы видим то, что происходило и происходит, скажем, в Соединённых Штатах, в Европе, в Китае, в той же Южной Корее, например, где в зародыши фактически удалось всю эту эпидемию сбить. Поэтому мы должны учиться на ошибках чужих, и не на своих. И я, конечно, с огромным пиететом, гордостью к медикам сейчас отношусь, обращаюсь, потому что, действительно, они огромные молодцы, мужественные люди. И даже несмотря на то, что далеко не все больницы, к сожалению, обеспечены всем необходимым, мы это знаем. Вот, например, Сходнинская общественность, девушки Сходни бросила клич одна из подруг, я это знаю практически, ну, из первых рук, и сейчас шьют повязки для Долгопрудненской больницы, это в Московской области, где этих самых повязок не хватает, где выделяется там полторы штуки на одного человека, на врача на смену. Это, конечно, никуда не годится. Поэтому, когда мы это интервью все опубликуем, я думаю, что тем людям, которые обеспечивают масками Долгопрудненскую больницу, станет стыдно. И либо они сделают все необходимое, либо просто их с треском выгонят с работы. Дмитрий, а вот вы опубликовали фотографию в Инстаграме с вашей маской. Она такая, как бы, прокачанная маска, да, необычная. Вы вообще закупили много масок таких? Я закупил масок, да, у меня там несколько десятков лежат. Есть обычные, есть такие более продвинутые, как вы правильно заметили. И в общественные места, естественно, я посещаю в маске или даже в респираторе. А что касается еды, вы какой тактике закупок придерживаетесь? То есть вы купили очень много, не знаю, килограмм, тонн продуктов? Нет, я не стал тонны покупать. Я сделал определенные запасы. Это касается и гречки, и макарон. Потому что, собственно, я с 1974 года рождения. Я прекрасно помню, что такое пустые полки в магазинах. Поэтому сейчас ничего нельзя гарантировать. И больше того, определенные даже запасы лекарств, скажем, с хорошим сроком годности, потому что мы тоже понимаем, что там есть ряд импортных препаратов, очень важных для меня и для, скажем, близких, для моей мамы. Я понимаю прекрасно, что может так случиться, произойдет какая-нибудь хрень, эти препараты не будут закупаться, и мы будем пользоваться какими-то дженериками. А далеко не все дженерики одинаково полезны, как те йогурты. А без какого продукта Дмитрий Губерниев не может прожить ни дня? Что у вас всегда в холодильнике, что вы потребляете? Ну, давайте так, давайте, чтобы никого не обижать, потому что, понятно, овощи, фрукты. Вот, например, я сроду никогда не ел, но открыл для себя в Израиле на Евровидении хумус. И сейчас есть в Москве и в области московские магазины, которые торгуют замечательным хумусом практически по той же самой израильской технологии. Может, она и не израильская, я тут не вдавался в подробности. Вот этот хумус у меня все время в холодильнике лежит, и больше того, весь магазин, я покупаю его, поскольку я покупаю один на этот магазин, после нашего эфира уже таких будет людей больше. В общем, все знают, что я приду и возьму весь хумус, который там есть, и я его съедаю. А какие-то безумные покупки в интернете совершаете? Нет, я человек, который, знаете, я знаю цену деньгам, и еще, так сказать, меня мама с детства воспитала, я очень спокойно на все это смотрю и на предметы роскоши, и на различные дорогие иномарки, хотя у меня очень хорошая машина, но тем не менее я расцениваю все-таки это как средство передвижения, а не как роскошь. Поэтому нет никаких особых безумств, знаете ли, нет. Единственное, что карантин, да, и сейчас мы каждое утро, ловишься на мышцы, начинаешь со статистики, количество заболевших в родном регионе, в Москве, и ситуация, конечно, тяжелая. Хочу сказать, что, во-первых, нахождение дома по возможности, это и, значит, хранить здоровье свое личное, своих близких и людей вокруг, и в конечном счете помогать докторам, потому что то, что сейчас творится, например, в Нью-Йорке, и во многих итальянских местечках, скажем, мы надеемся, там все идет на спад, да, но вот Испания у нас подключилась, такой серьезный эпицентр, все-таки показывает, что нужно быть предельно внимательным, предельно. С точки зрения такого душевного, ментального здоровья, насколько вам тяжело переживать этот режим самоизоляции, и насколько вы можете ваш уровень, так скажем, безумия в связи с этим оценить от одного до десяти? Он как-то повысился по сравнению с вашим каким-то обычным состоянием? Ну, что значит уровень безумия? Я доверяю тому, что говорят врачи и, в общем, политики российских федераций в данном случае, если, скажем, я как житель двух регионов, Москвы и Московской области, естественно, я мониторю то, что говорят власти, это понятно. Плюс ко всему, и у меня огромное количество знакомых, друзей в самых разных областях, это касается медицины, естественно, я доверяю и своим источникам, хочу сказать, что ситуация непростая. Ситуация однозначно непростая, поэтому, конечно, я так с осторожностью, скажем, смотрю на решение, скажем, отдельных представителей, даже уже несколько десятков различных регионов, когда идут послабления режима, но я также понимаю, что поскольку мы проваливаемся в такую серьезную экономическую яму, и здесь как раз у власти возникает вилка, да, с точки зрения поддержки экономики, региональных бюджетов и так далее. Поэтому ситуация очень непростая, но самое главное – это жизни людей, понимаете, вот меня также, опять же, родители воспитали, жизнь человека в России, она всегда стоила там копейку, понимаете, и то по праздникам. И, с моей точки зрения, ситуация, она, конечно, стала лучше, да, но не до конца, по-прежнему. И вот я, как, так сказать, парень человеколюбивый, обращаю внимание на это. Но возвращаясь еще к одной части вашего вопроса, карантин – это отличная история для того, чтобы молодежи, например, да, вот сейчас многие заканчивают учебные заведения, я вижу, что праздное времяпровождение, достаточно праздное, да, насколько-то возможно дома, но нельзя терять времени, прекрасное время для того, чтобы изучать языки, и читать, это все очень здорово поможет в будущем, это правда. И я, например, поскольку мой английский не самый блестящий, но, как известно, мой девиз «Let me speak from my brain», мне бы тоже нужно так вот активно, активно сейчас заниматься учебой, но я познаю английский через песни, слушаю различные композиции, перевожу, стараюсь, так сказать, разобраться. Вот тут недавно немецкая группа Bonfire с новым вокалистом прекрасным, переводится английского «костер». Bonfire выпустили новый диск, хороший парень, они предыдущего солиста Клауса Лесмана прогнали, он теперь работает в группе Phantom Five, очень известная команда, кстати, с бывшим басистом Scorpion с Фрэнсисом Бухольцем, Бухольцем, по-моему. Там пел еще Дэвид Рис, американец из группы Except, в свое время он заменял Дир Шнайдера. Фамилию нынешнего молодого парня я не помню, но дисочек очень хороший, поэтому видите, как я меломаню, читаю различные книжки, так сказать, слушаю музыку, смотрю кино, вот сейчас осилю, я два кино сейчас смотрю. А какие? Я сейчас, простите меня, «Ходячие мертвецы», десятый сезон, там, конечно, о, там Мишон приехал на этот остров, а там такой мужик, у него умерли родственники, и он, короче, там закопал оружие, и там шепчущий, ух! Ну и второй сериал, который я сейчас смотрю, это «Новый папа», я никак не осилю, вот два сериала. Вот вы затронули тему, да, такой праздности некоторых людей, что люди не знают, что делать, многие пьют, как бы это тоже, мне кажется, в России довольно жесткая проблема, что когда людям нечего делать, они начинают бухать. У вас как с этим проблем нет? Вы не стали больше злоупотреблять, так сказать? Кстати, я больше точно не стал, но и меньше тоже. Поясню сейчас свою позицию. Я за, так сказать, разумные истории, понимаете? И, конечно, когда ты вечером после такого хорошего, трудового, пускай карантинного дня, можешь себе позволить, вот сейчас как в великом фильме, или красного, или белого, почему нет? Никто не должен становиться ханжой. Но другой вопрос, что если это будет превращаться в бутылки, в бесконтрольное применение и все такое прочее. Но вообще, в принципе, лучше совсем не пить. Часто спрашивают, что вы, Дмитрий, какие грибы вы едите? На что вы курите? Или что вы пьете? Потому что я же, ну, такой человек-зажигалка. А как им объяснить тем, что я по-трезвому тоже могу? И причем, никакие 50 граммов, уважаемые друзья, если вам нужно на сцену или куда-то еще, вам не помогут, а сделают, наоборот, хуже. Поэтому, ребята, по-трезвому, понимаете? Весь спектр ощущений по-трезвому, он великолепен. Дмитрий, сейчас на Матч ТВ очень много футбола белорусского, да? Вы не думаете... Иван пил шина 1-0 с мячом футбола. Шины, Иванов. А у вас не было соблазна, вот как вы сейчас до этого все сказали, не было соблазна покомментировать. У нас там очередь стоит среди футбольных комментаторов. Я берегу их здоровье. Понимаете? Каждый раз, когда они приходят ко мне в студию, они уже практически, ну, у них сердцебиение, давление, потому что, ну, они же все-таки понимают, что они приходят к футбольному обозревателю, им сложно. И никуда не деться без вот этого мандража, понимаете, без вот такой серьезной нервотрепки с их стороны, потому что, действительно, каждый мой эфир это огромное испытание для коллег, и не все его проходят. Вот если, например, Шмурнов проходит этот блестяще, то Генич пробуксовывает, как сейчас Белшина, которая проигрывает со счетом 0-1 Неману. Неман из Гродно, насколько я помню, откуда Белшина, я, честно говоря, не помню. Там, наверное, где БелАЗ. Ну, в общем, из Беларуси. Всем привет! Всем здоровья! В условиях самоизоляции, карантина, давайте беречь друг друга и любить друг друга! Я, друзья, решил жениться, правда, вот секрет. У меня к невестке рост все больше интерес. Она, ты с ее привлек родителям моим. Было сразу видно, что она по нраву и она... Дмитрий, откуда вы ведете вот трансляции в Инстаграме, где у вас импровизирована ударная установка? Это у вас какая-то студия? Это у меня вот правый угол моего телевизора. А, понятно. То есть, это такое-то из зала, да, вы как бы ведете? Это вот, собственно, у меня дача, и здесь есть правый угол, там стоит ударная установка, тут это Тэфи, вот этот вот кувшин и какая-то штука, на ней попугай обычно сидит, а сейчас попугай, он низвержен, так сказать, в сторону пола. Попугай живой? А? Попугай живой? Вот он здесь, могу показать, ну вот он там пока сидит, себя смотрит в зеркало. Попугай несчастный, на самом деле, у него было две бабы, господи. Две подруги у нее было, и вот одна заболела, понимаете, покрылась какими-то клещами и умерла, и он тоже покрылся, но мы его попрыскали, попрыскали. Ну, девчонки, вы простите, ради бога, это такая была неудачная шутка, да, я сразу, так сказать, прошу прощения. Так вот, а вторая женщина у него улетела, открыла сама клетку, улетела, мы ее не поймали, она вылетела и куда-то там в сторону Манхэттена улетела. И самое интересное, что у Пугая очень такой серьезный подкаблучник, они всегда его, две, представляете, две женщины, первый брак и второй у нашего Ромика, они его отгоняли от самых хороших мест в клетке, они каждый раз его третировали, лучшие спальные места, лучшие рестораны, вот эта вся новиковская история в клетке, понимаете, и так далее. И в итоге сейчас, когда мы поставили Ромику зеркало, он счастлив, он видит там прекрасного, сытого, довольного Ромку, он с ним общается, шебуршит, поклевывает, и поэтому это прекрасно. Дмитрий, вы обязаны тогда просто показать его, потому что это будет... Сейчас покажу. Ну что я сегодня? Вот. Да, это волнистый попугай. Волнистый попугай по кличке Ромик. Ну, кстати, классика у попугаев, когда у меня просто тоже было три волнистых попугая, две девочки и один мужчина, и они тоже его заклевывали, 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 в итоге он их пережил, вот, в итоге прожил что-то... Да, это редкость, понимаете, потому что обычно у нас наоборот, обычно все-таки у женщин продолжительность жизни. Но мой попугай хороший, не пьет, не курит, личного себе ничего не позволяет. Дмитрий, еще хотел такой вопрос задать. Сейчас очень развито волонтерское движение, много в России волонтеров, это очень приятно. Если бы у вас соседом был Александр Иванович Тихонов, 73-летний, и вот некому было бы принести ему продукты, вы бы... но вопрос на самом деле, конечно, если надо, мы всегда поможем Александру Иванович Тихонову, но у него молодая супруга, да и сам он, собственно говоря, можно сказать, активный, я вот его видел издалека, правда, на чемпионате Европы, и было ощущение, что он истинный конек-грабунок. Бойкий, резвый, готовый пуститься в путь, так сказать, в поисках чего-то там. Поэтому я вот тут на Сходне у нас принял приглашение, и мы там посетили отдельных представителей, ну, ветеранов, скажем так, с руководителем муниципального нашего... Короче, с главным дядькой по Сходне. Сходня вообще раньше была городом, потом стала частью химок, и при всей моей любви к химкам, я не могу считать, что я химчанин, я житель Сходни, и придет тот день, когда мы снова станем городом в Химкинском районе, потому что Сходня это великое место, путь из варяг в греки. Откуда Сходня название? На Сходне, кстати, не в Сходне, в Сходне, говорят лохи, как мы всегда, вы знаете, в, значит, все вот это все. А на Сходне, на реке, на станции, вот из Клязьмы в Москву реку семь километров волоком тащили сюда в тот момент, когда образовывалось как раз государство российское вокруг Москвы, и вот здесь вот легендарное Сходня. И у нас был замечательный вокзал, памятник архитектуры, который какие-то козлы сломали, построили там торговые ряды, боже сохрани какие, но я надеюсь, что рано или поздно справедливость восторжествует, и кто это ломал, он, так сказать, пополнит ряды посадок, мы здесь сломаем к чертой матери все вот это вот говно, которое на станции понастроили на Сходне, и возродим, как это было при Александре Втором, прекрасный вокзал, там бревна были, знаете какие, они плакали, когда их рубили, поэтому мерзавцы, которые все это сломали, дали разрешение, они будут наказаны, может некоторые, а один, кстати, уже там за что-то сидит, за другое. Ну, такие истории, в общем, наверное, не новые для России, сегодня Пальховский был назначен главным тренером. Еще назначен рекомендован СБР, до назначения далеко, я все это поддерживаю, понимаете, у меня болит душа, потому что я давно, мы знакомы с Хованцевым, Белозеров, Норицын, тренерский штаб, мы общались, и действительно люди сделали работу, но тренеров назначают, чтобы уволить, поэтому посмотрим, кто придет дальше, посмотрим, будем поддерживать Валерия Николаевича, надеюсь, что и тренеры из старого созыва, скажем так, будут трудоустроены, не пропадут. Многие, в том числе, в вашем инстаграме предлагают, а может быть, все-таки Елену Вяльбе назначить на пост, пусть она и лыжами заведует, но заведует довольно круто, может быть, Вяльбе назначить, но... Заведует довольно круто, Большунов в этом сезоне и Непряева, и еще кто? Ну, все равно, в сравнении с биатлоном... В смысле, все равно, у биатлона золотая медаль, что значит сравнение с биатлоном? В прошлом году на Хламенкольском марафоне было четыре первых места, сейчас Большунов одним человеком прикрыть задницу, но... Большой хрустальный глобус, Дмитрий, большой хрустальный глобус. Молодец, вопросов нет, еще повторяю, а дальше пропасть, а дальше все эти люди, которые должны были в этом сезоне прогрессировать, они почему-то это не сделали, а спринтерская группа, смотрите, что у нас в спринте творится, спринт лыжный, похоронен, потому что спринтерскую группу прокляли, на Каминского наплевали, Юрий Михайлович, прекрасный тренер, который воспитал, извините, Петухов, Крюков, Панжинский и далее везде, понимаете, огромное количество, вот мы сейчас пожинаем плоды, поэтому есть фасад, а остальное тоже, знаете ли, если говорят, вот в биатлоне прогнило, то там прогнило точно не меньше, а зачастую даже и больше, поэтому... Я вот только одного не понимаю, Дмитрий, а почему, нет, ладно, там личные отношения и так далее, это одно дело, но почему она, как бы, все время говорит, чтобы вы не комментировали лыжи, и не... Она же всего лишь президент Федерации лыжных гонок России, понимаете, но любит у нас, вот я, например, журналист, я задаю вопросы, эти вопросы, конечно, не нравятся, потому что они там занимаются какими-то темными делишками, и прекрасно понимают, что когда я буду комментировать, я же во всем об этом расскажу, я же сказал как-то, что ловить на... в бюджетной мутной возе, понимаете, свою вот эту вот рыбку, или наоборот, уже даже сейчас не помню, что я там сказал, поэтому, ну, слушайте, есть личные отношения, и я задаю вопросы, и так и не получаю на них ответа, понимаете, то есть там, ну, вот посмотрите Володе Иваново интервью последнее, ну, это же чудовищно, понимаете, ну, это там невозможность связать свои собственные мысли, невозможность поставить после буквы А, букву Б, поэтому кроме смеха мне это ничего не вызывает. Ну, кстати, да, ваше интервью с Владимиром Ивановым гораздо интереснее, вот я его прочитал, и там был момент... Вы понимаете, в чем чудовищная ситуация, я вам расскажу, вообще на самом деле безложность скромности, мне это не нравится, мне не нравится, что мои интервью, они безумно интереснее, чем интервью, скажем, с биатлонистами, с лыжниками и так далее, понимаете, у нас люди спорт не любят, мы не спортивная страна вот с этой точки зрения, лыжи, маленькая аудитория, самые хорошие рейтинги в лыжах проигрывали самым плохим в биатлоне, если смотреть, а лыжи показывал первый канал, то, что все смотрят Евроспорт, это вранье, цифры показывают, поэтому будут лыжи, если я смогу их так вот перед, между, после биатлона комментировать, что-то прокомментирую, но безусловно, биатлон это фундаментальный вид спорта на канале, и он будет продолжать таким оставаться, такое системообразующее мероприятие, если к этому предприятию, да, к системообразующему, будут добавлены еще другие виды спорта, такие как лыжи, например, это хорошо, это здорово. Вот Иванов у вас в интервью спросил про такой шутливый был вопрос про секс в студии, вы сказали, зачем в студии, если для этого существуют гримёрки? Это была, это цитата была, мы с Машкой Орзулой в фильме давно-давно, несколько лет назад, и звонили в студию люди, один был такой звонок, и мы пошутили, что зачем нам заниматься в студии, у нас для этого гримёрки есть, и все. Я просто другое в этом плане хотел спросить, раз уж вы любите и фильмы, и сериалы, в фильме «Волк с Олл-стрит» герой Мэтью МакКонахи, очень яркого актёра, предлагал герой Леонардо Ди Каприо как минимум мастурбировать два раза в день, вот в этих условиях офиса, какой-то изоляции, вот сейчас все тоже в изоляции. Мастурбирую ли я? Нет, вообще. Вы знаете, отвечу нет, объясню почему, просто нет необходимости, потому что, как бы вам сказать сейчас, так сказать, рядом есть люди, которые не разрешают это. Дмитрий, спасибо вам огромное за позитив. Спасибо, всего доброго. Берегите себя. Спасибо. Спасибо. Тёща моя, злая змея, тёща моя, хоростовая, хара злая, вот такая, бойся плевать, нафига нужна такая мать? Берегите друг друга, друзья мои, всех люблю. Ахахахахахахахаха, um, бей praхомена, всем, спасибо! Продолжение следует...